У вас было такое же место за крылом, как у нас, необходимо купить 24А и 24Б. Вот так вот выглядит настоящий аэропорт, а не то, что модленный. Просто хотели с людой сэкономить, не платить 6 евро за каждого человека, просто чтобы доехать до центра. Поэтому мы купили билет на 10 поездок, который обошелся нам в 10 евро. Опоздали мы сегодня к нашему хосту на несколько часов, на 4 часа опоздали. В Барселоне все очень тяжело с транспортом, непонятно, все идут на красный свет. Туристов нереально много, постоянно об кого-то спотыкаешься, бьешься. Поговорить по-английски мало с кем можно, очень многие только по-испански понимают. Приезжие знают английский, но не знают как куда пройти. Были в центре, но нигде не нашли магазин с продуктами. Цены тут нереально дорогие. Все же мы нашли супермаркет и нам удалось найти клубничную воду, 2 йогурта и донатс. Где-то за 5 евро. Самый дешевый бургер Макдональдса, 9,10 евро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. За 2 евро, 5 йогурт за тоже 1,5 евро, сидя на Королевской площади в Барселоне. Я люблю мешать фотографированию. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы идем к нашей яхте. Делаем часовую прогулку по Барселоне. Город весь в чудаках. Очень тяжело переварить это все за один день. Каждое место уникальное и через каждые метров 10 что-то есть интересное. На этом месте вы можете встретить дорогие бренды по недорогим ценам. И под конец дня мы наконец-то добрались до моря. Что вы идите? Тут набережная с брусчаткой, и поэтому барселонцы сделали специальный проезд для инвалидов. Хотелось бы внести ясность, что сегодня произошло с утра, когда мы попали в аэропорт Барселоны. Начнем с того, что Райнер опоздал на целый час. Дальше мы стали искать выход с аэропорта. Мы искали, где нам необходимо поставить штамп печать, что мы прибыли в город и что мы здесь легально находимся. Пытались спрашивать у людей, они не понимают в английский. Видим, офицеры, то есть сидят, пограничники. Будут проверять билеты обратно, бронь отеля. Взяла мой документ, поставила печать, я вышел, но Люду задержали. И мне отменили этот штамп, перечеркнули его. И в итоге мы узнали, что меня выпустили не из аэропорта, а из страны, в которую я только прилетел. Мы с Людой искали билет заветный Т-10 на 10 поездок, но он находился на железнодорожной кассе. И пока мы дошли туда, пока разменяли деньги, пока поняли, как все это сделать. Прошло очень много времени. Дальше еще немного хуже было. Мы приехали на автобусе, на котором использовали две поездки, вот, и спустились в метро. Но в метро я забежал не в тот вагон, и мы поехали не в ту сторону. В ту сторону, не на той ветке вообще. Даниэлю, который нас хостит у себя. Мы написали, что приедем в 2.30, но пришли к нему в 6.30. И он такой нас встречает и говорит, ребята, где вы были 4 часа? Вроде все замяли, все хорошо, поэтому мы в Барселоне. Крутая квартира. Люди, правда, не нравятся. А мне ничего, тут есть балкончик такой. С таким вот видом. Неплохо. Живем прямо в центре. Мы сняли на Airbnb за 150 долларов. Но Airbnb дал нам скидку в 25 долларов. И сняли на 3 ночи. Нашли какой-то кебаб за 5 евро. Кола плюс картошка. Вот, по сравнению с другими ценами, это очень выгодное предложение. Но все же отдавать 300 гривен за кебаб как-то... Покушать кебаб не удалось у нас. Потому что многие заведения в Барселоне работают с 11, с 12. Попробуем что-то найти дешевое в супермаркете. Мы взяли бутерброд с хамоном за 35. И бутерброд с курицей тоже за 35. У нас пиво продают на пляже. Тут очень много всяких пастилок, ковров. Просто нереально. Я не знаю, почему именно они. Пляж в Барселоне выглядит, если без пальм, то почти так же, как в Одессе. Единственное, что вода. Очень, очень чистой показалось. В море, если зайти метра на два, то уже начинается глубина. Кокос с ананасом, то есть пиннаколада. Дон Симон. Два, двадцать евро. Очень пусто. Полтора литра. Классный такой пляж. Смотри. Думаю, классно. Пойдем мы туда. Блин, так мало людей. Это круто. Ну вообще сюда ходить теперь пойдем. А потом так Люда такая говорит Славик, смотри. Оказалось, это пляж с горячими сосисками. С голыми горячими сосисками. Музыка. 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 В музее моря, Барселоны есть много интересных экспонатов. Самый лучший из них вот этот. Музыка. Нереально. Корабль был построен 1868 года, во время экспансии Турецкой империи. Ну вот как маяк выглядит. Вышли с музея моря и просто чувствуется, как в Барселоне не просто жарко, а очень влажно. В центре Барселоны магниты продаются по 3,50 и выше. Если пройти чуть дальше, можно купить по 1 евро такие же самые. Вместе с билетом в музей продавался билет, включен в цену, билет на крабль. Вот это фотка из роддома. Вот чуть-чуть более уже подростковая фотка. Уже более замелая. Ткнулись на очень странные деревья. Я так и не выяснил, что это такое, но вот так вот они выглядят. И с них очень странный пух летит. Такое, типа нашего тополя, что ли? Рога на Монджуик нереально красивая. Столько кактусов, столько пальм. Очень нравится. Хотелось бы, конечно, покорить Тибидаба, но я не знаю, успеем мы, не успеем. Вот, кстати, фуникулер сюда ездит. Стоит данный фуникулер 11 евро за одного человека, поэтому мы решили, что прогуляемся. Это паук! Ну, Славик, ну зачем ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Холливуд И все, все абсолютно бесплатно для посещения И это круто На самом деле есть секрет, почему барселонцы так хорошо играют в футбол Поговаривают, что в детстве им дают место мяча, если они плохо играют Кактусы в виде мяча И здесь как раз в ботаническом саду Барселоны они вот растут Ну а вот сердце Барселоны Порт Наконец-то дошли мы на Манджуик Эта башня когда-то служила тюрьмой для преступников Во время Второй мировой она принимала участие В Барселоне мы нашли попугая Ты шо, это попугай по-моему Не, не А тут похож на попугая В лед в Барселоне летает попугая прямо на деревьях Никогда не улетает Матюкаются по-русски В центре Барселоны какие-то непонятные круги такие И не нашли этому объяснения Кто знает, пишите в комментариях Пожелись, кормим чайку хомоном В общем мы все-таки купили их Еее, донор кебаб Очень вкусный кебаб Он остренький Тут разного вида салатики Мяско Соусы Он реально большой И стоит всего 3,90 Да? Сколько тут дилеров Просто город весь кишит Ими На каждом шагу подходят, предлагают Марихуану, кокаин Ужас И как-то Каждому надо сказать нет Они типа такие садрят на девять Ты шо, не хочешь? Третий день в Барселоне Хола Каталония Магнит этот бомбезный вообще Класс Всего 1 евро стоит У нас дороже У нас дороже По 35 гривен Покупали Покупались и увидели Как парень бежит С скрученной Одеждой какой-то Вещами И за ним бежит полицейский Такой с дубинкой И говорит, а ну стои А Испания борется с ворами И на пляжах особенно Очень много воров В Испании В Барселоне Потому что Большая толпа туристов едет Карманники только так С автоматами Полицейские С дубинками Не знаю, как в других городах Испании Но в Барселоне Очень много нудистов На пляже просто У них нету ни отдельного пляжа Они просто Приходят ложатся где хотят Сегодня завтрак Может быть на пляже Купили Кучу булок Салат Пачку хамона Пачку сыра Соус Для бургеров Еще одну пачку хамона И все это обошлось нам В 10.25 Сейчас 13.20 Испанцы только-только Подтянулись на пляж У нас в основном Все по утрам По вечерам ходят на пляж Все в обед Весь пляж забит людьми С утра не было никого Очень странно Солнце нереально палит Люди испугались Только что купили Вот это вот такое Какао лад Какао лад Это обычный какао Но уже полбутылки нету Мы просто попробовать хотели Нереально вкусно У нас такого нету У нас настолько вкусно Бюджетному туристу Можно просто набирать Воду в бутылке И из таких бюджетов Просто нажал Сейчас 3 часа дня Нереально жарко Я думаю местных Вообще нету на улице Я думаю тут ходят Только такие туристы Как мы Рынок Калабукеря Нереально перенасыщен туристами Субтитры сделал DimaTorzok Парк Цитаделья Очень красивый С пальмами С крепостями С фонтанами И с покрывалами Тут барселонцы Скрываются от жары Тени Вот таких деревьев Не знаю Похожих на киевские Тут полно побугая Какой красивый Мощный Прекрасный фонтан А вода какая Бирюзовая Просто И так каскадом Знаешь Сходит Прекрасный фонтан Мог бы быть Приехали Хотели посмотреть фонтан А тут какие-то работы А вот триумфальная арка Барселоны Это дом Бальо Рядом находится дом Мила В Барселоне очень много Мотороллеров Скутеров Велосипедов Для скейтеров Для великов Мопедов Возможно Сделаны специальные светофоры Специальные дорожки И можно очень быстро Передвигаться по городу Ну и наконец-то Главная достопримечательность Барселоны Это Храм святого семейства Что самое интересное Храм был построен Исключительно на пожертвование Храм начали строить В 1882 году Но строительство До сих пор не завершилось Источники сообщают Что храм будет построен Примерно В 2026 году Вся сложность В камне Конструкции Каждый камень Необходимо Специально обрабатывать И благодаря этому Конструкция Уникальна Вообще Очень круто Наверное Принял челлендж Состоять на ноге Весь день Ой нет Здесь очень много Где пахнет Травой И часто встречаешь Людей разных возрастов Которые Курят прямо При тебе И очень много Где этот запах Можно учуять Круто просто так Гулять И натыкаться На такие здания Все баксалонцы Не считают себя Каталонцами Даже доменная зона У них выглядит Как Точка Кат Квартал Очень оживленное место С многими клубами И заведениями И жить тут конечно Тяжеловато Из-за Крика Ора Но если у вас Не совсем чуткий сон То На несколько дней Здесь Очень круто Поселиться Все достопримечательности Сосредоточены Возле Готического центра Поэтому мы легко Добираемся К любому месту И Пляжу Минус 20 Ходьбы Последний вечер Барселоны Пальма Пальма с нами Вращается Машет Источки 5.40 утра День вылета В Португалию На улице Еще темновато Но уже Сытает немного Купили вкусный Йогурт С клубникой С бананом Без кусочков Люда ненавидит Йогурты с кусочками Попробовали мы Вчера Сангрию Дон Симон Ну такая Распространенная Фирма Очень такая Сладкое вино Такое Чуть противное Единственное Два минуса Это квартира Здесь Бегают Муравьи И Проблемы С горячей водой Как-то Непонятно То холодное То горячее Чуть Потом слишком Горячее Потом слишком Холодное Крутое место Куда мы так и не успели заходить Прошаренные туристы По дешевке едут На 46 автобусе Но их реально очень много Представляю как местные Ненавидят туристов Когда едут на работу С утра В 46 автобусе В аэропорту надо вылазить Все железное И портфель И жидкости Люда запикала На пропускном пункте Мы думаем Это из-за сережек Она их не сняла Просто в Модлине Они не пикали И все нормально было В общем Лучше снимайте сережки Перед тем Как проходите контракт Тут ухитрый Фиан Рональда За 76 евро Музыка 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 У Райнейра Функция выбора места Стоит несколько долларов Вроде 4 или 5 долларов Вроде 4 или 5 долларов Поэтому мы решили Сэкономить И рейс Барселона Порту Места не выбирать И поэтому Нас распределило Немного По разным местам Люда там Сидит Все очень быстро Прилететь Все успешно В Португалии Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова